А это не жестокое обращение с кедами? И заметьте, он, в отличие от других богов, не шлюхается по смертным женщинам. А где, блять, камеры наблюдения? Где он там прячет всё это своё естество? Стопэ. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и давненько я чё-то не занимался разбором фильмов. И как раз-таки тут на днях мне попался один интересный экземпляр. Перси Джексон и Похититель Молний, который последний раз, если я не ошибаюсь, я смотрел ещё на дисках. Если кто в своё время его пропустил, то фильм рассказывает про подростка Перси, жизнь которого в одночасье меняется, когда он узнаёт, что он сын Посейдона. И смотря фильм в детстве, я дико от него тащился. А вот посмотрев его уже в сознательном возрасте, я понял, что он хорош, пока не начинаешь задавать ему вопросы. А вот какие вопросы и что с ним не так, давайте разбираться вместе, смотря фильм. Который начинается с того, что на землю вышел Кайдзю. Мне было 15, когда первый Кайдзю вышел на сушу в Сан-Франциско. Ладно, на землю вышел походу бог беспалевности. Вроде как по лору фильма люди не знают, что боги существуют. Так какого хрена он идёт так вдоль пирса, где могут быть люди? Да там даже есть один старичок, но наш водяной не то, что не прячется. Он ещё и идёт с таким лицом, мол, хуй смотришь. Да, может в древние времена его бы ещё и сочли безумцем, если бы он начал кричать о гиганте. Но камон, 2010 год. Мобилы с камерами есть, если не у всех, то практически у всех. Выйдя на сушу, дабы не палиться, куда уж больше, он принимает нормальный размер. Цель же его визита встреча с Зевсом в исполнении Шона Бина. Зевс? Стоп, а Зевс что, должен умереть по ходу фильма? Цель же их встречи похищенные молнии Зевса. И подозрение в их краже падает на Посейдона. Что? Думаешь я украл? И вот тут у меня возник один весоменький вопрос. Вопрос, если так рассудить, на котором в принципе построен фильм. Вопрос настолько весомый, что если ничего не прояснится, то я задам его в конце. А пока Поси объясняет, что богам запрещено красить символы силы. Но можно привлечь детей? Ты обвиняешь моего сына? Также в ходе беседы выясняется, что сын Поси не знает, что он сын Поси. Но как бы то ни было... Пусть он вернёт мне молнии. Срок две недели. Иначе грядёт война. Зевс уходит. А нас встречает название фильма. Художественный фильм спиздили. А мы переносимся в школу, где наш главный герой... Утонул! Нет, просто так Перси... Утонул! Утонул в проруби! Да нет же, просто так Перси проявляет свои способности. Семь минут? Угу. Как тебе это удаётся? Я просто люблю воду. Эй, Перси, а как ты к суше, к пляжам там, например? Я не люблю песок. Он грубый, жёсткий, неприятный. А на самом деле странно, что у Перси никак явно не проявлялись его явные божественные силы. Ну, кроме вот этого задерживания дыхания. Он ведь полубог с рождения. А значит и силы, которые он будет использовать дальше по фильму, не появились у него по щелчку пальцев. А они всегда были с ним. А при условии, что он подросток, гормоны, эмоции бушуют. Удивительно, что с ним не случалось то же, что, например, Саиши из Винкс. Я как-то завалила контрольную, разозлилась, и вода полилась отовсюду. Из кранов, раковин, туалетов. Также мы знакомимся с другом Перси, Гровером. И мы переносимся на урок, где учитель на замену задаёт Перси вопрос. Но из-за якобы дислексии Перси не может на него ответить. Перси Джексон? Извините, не знаю. Ну заплачь. Я не пойму, Цербер Перси язык откусил, или что мешало ему сказать? А, простите, у меня дислексия, не могли бы вы повторить вопрос вслух? Действие переносится в квартиру Перси и его маме, к которой он жалуется на свои проблемы. Перси, я знаю, как тебе трудно. Но всё это обретёт смысл. Правда? Чёрный жопанчулю! Следом нас знакомят с персонажем. Будем честны, вы всё равно не запомните его имя. Пусть будет хряк. Он воняет, как скунс. Он дрыхнет до полудня, его вечно гонят с работы. Ушла бы от него. Родной, нам с ним легче. Как выяснится позже, живёт она с ним, потому что его вонь скрывает божественный аромат Перси. Иии, это бред. Почему бы, например, не переехать в место куда-нибудь рядом со свалкой? Ну или в гостинку по типу моей? Да тут хряки сверху, снизу и по бокам. Тут не то, что божественный, тут любой аромат умирает. Как ни крути, всё лучше, чем жить в мерзких абьюзивных отношениях, где ещё иногда и твой ребёнок страдает. В общем... Не понимаю я, не понимаю. Ничего не понимаю. Сразу после Перси отправляется в музей. А его отец преследует его, акизаправский маньяк. Всё вот-вот изменится. Ну, прям отец года. В музее, пока все изучают мифы, а учитель раздевает глазами Перси, сам Перси сталкивается с первой подсказкой того, кто он есть. Как мы называем детей от союза бога и человека? Радиоактивные люди! Ладно, на самом деле их называют полубоги. Итак, здесь мы видим Геракла, побеждающего немейского льва. Училка Перси решает не тянуть и переходит к активному наступлению. Есть разговор. Совершённых по велению его кузена... Хорошо? Я целый год за тобой наблюдаю, как ты забросил решающий мяч в соседней школе. Это было... так сексуально. Оказывается, что училка Перси фурия. Ты чудовище, что ли? И для полного счастья ей, само собой, нужны... Молни! Я не понимаю, о чём вы... Отдай! Но всю эту фуривасию прекращает Брунер. Я тебе сердце выжгу. Брунер в смятении понимает, что Перси обнаружили. И считают его похитителем молний. А поэтому говорит Гроверу отправить Перси в лагерь. И даёт ему самое мощное оружие. Это мощнейшее оружие. Для обороны. Ты чё, ебал ты? И вот сейчас, в этой сцене в целом, одна из моих любимых претензий. Которую я стал замечать всё чаще в разных проектах. Это ведь музей? Я всё правильно понимаю. А где, блядь, камеры наблюдения? Мне вот очень интересно, как бы отреагировал охранник, увидев всё это на своих мониторах. Что за ужас тут творится? Но нет. Камер нет. Прям воруй себе в удовольствие. Как, в принципе, и в музее. Из Ночи в музее. В котором вообще стоит пластина Акменра, состоящая из золота. Нет, действительно, зачем нам камеры наблюдения? Не знаю, чё там охранники себе мозги делали и раньше не стащили эту пластину. А как я понял, что в Ночи в музее, в музее нету камер? Ну, наверняка, у директора музея был бы доступ к этим камерам. И он, нанимая нового человека в ночную смену, с утра бы по-любому просмотрел камеры, чтобы понять, чем этот новичок ночью занимался. Может, он там Сыкаджабию всю ночь любил. Ну, или Терекса обоссал. И смотря записи, он бы узнал, что всё оживает. Но нет, он не знал. А поэтому вопрос остаётся в силе. Где камеры, Лебовски? Также оказывается, что Гровер не просто друг Перси, а ещё и его защитник. Может, ты кое-что позабыл? У тебя костыли, дружище. Я жизнь отдам за твою безопасность. Направляясь в лагерь, ребята заскакивают домой к Перси, чтобы забрать маму. А Гровер подтверждает статус защитника. Гей, спокойно! Гей! Элкунти! По дороге мама рассказывает Перси про отца, но почему-то не договаривает. Мы любили друг друга Перси. Значит, он нас с тобой бросил. Нет, он очень любил тебя, но остаться он не мог. Женщина, почему ты говоришь ебучими загадками? Да, она собиралась сказать, кто был его отцом, пока её не прервали. Так почему же он ушёл? Потому что он... Сели осторожно! Но почему она не начала разговор с этого? О чём они говорили всю дорогу? Если ты боялась его травмировать, то, алё, ты везёшь его в лагерь полубогов, где он и так всё узнает. Так не лучше ли ему быть подготовленным ко всему этому? В идеале, как только они сели в машину, разговор должен был начаться как-то так. Перси, прости, я кое-что должна рассказать. Гровер сказал, ты видел Фурию, а значит, ты мне поверишь. Твой отец бог Посейдон, а ты полубог. Ну и так далее, а не вот это вот всё. Но, как я и сказал, их разговор прерывают. Извини, Джулия, у нас тут коровы летают. На этот раз на Перси нападает... Динозавр! А, нет, Минотавр. Который по счастливому стечению обстоятельств как раз подгоняет компанию к лагерю. Где схватывает мать Перси. А Перси обнаруживает, что ручка Бруннера не так проста. Да доставай ручку Бруннера! Но даже она не помогает Перси, и его мать погибает. И чем же Перси решает атаковать убийцу? Вопрос задаёт Кинс канала коротко, а не коротком. Вариант А. Он сделает рывок, схватит меч и пронзит монстра. Вариант Б. Он попытается вытащить отломанный рог Минотавра из дерева и атакует. Вариант В. Он атакует его интеллектом. Ладно уж, не ломайте голову. Правильный ответ, вариант Б. Потому что как раз таки вариант В в случае Перси не актуален. После победы над чудо-юдом Перси вырубается и просыпается уже в лагере. Потом немного болтовни о маме, и вот. Это лагерь смешанная кровь. Значит, получеловек. Полубог? О, нет. О, да. Вот. Ты полубог. Полупокер он, а не полубог. После всех этих Минотавров, Фурии и прочих разговоров, ему осталось только в ухо крикнуть. Ты полубог. Во время прогулки Гровер объясняет, что в этом лагере готовят будущих воинов, правителей, героев. Ведь я не герой. Я лузер. У меня дислексия. И вообще. Твой мозг заточен на древнегреческий. А дефицит внимания. Ты порывист, Перси. Ты импульсивен. Пи***ц, какой Перси импульсивный. Прям держите семеро. Прогулка продолжается, и появляется она. Александра Дадарио. Сашка. 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 А, да, о чем это я там? Обзор Перси Джексон, точно. Как ее зовут? Аннабет, дочь Афины, богиня мудрости. Запомните эту информацию. Дальше Перси узнает, что Брунер на самом деле кентавр Херон. У вас лошадиный. Классный зад. И вот вопрос. У него что, коляска Тардис? Где он там прячет все это свое естество? Ай, ладно, понял. И Перси наконец понимает. Мой отец. Аквамен. Это не я. Ладно, на самом деле. Мой отец Посейдон. И вот хоть убейте, я не понимаю его познаний в мифологии. То он, глядя на вилку, понимает, что его батя Посейдон, то он пару мгновений назад не знает, кто такие челолошади. Кто? Кто это такие? Кентавры. Херон рассказывает Перси, что его скрывали ото всех и вся, потому что дети Большой Тройки рождаются крайне редко. И в них скрыта большая сила, а вместе с ней большая угроза. Поэтому мать и жила с хряком, но об этом я уже говорил. В тебе скрыта угроза. Серьезно? Да, серьезно. Зевс и так знал, что у Поси есть сын. И я так думаю, что при большом желании он бы смог его найти. Он же, блядь, Зевс. А поэтому не лучше ли было Перси сразу отправить в лагерь, чтобы он там и рос, и был всегда под надзором. И если вдруг украли молнии, то нет, это не Перси. Он в лагере был, тренировался. Ну а мать могла бы его навещать и жить полноценной жизнью, не тратя время на всяких хряков. Почему я здесь? Тебе сейчас грозит опасность. Все думают, ты похититель молний. Эмммм, ладно, для этого вопроса пока еще рано. Я хочу отвезти тебя на Олимп. Убедить Зевса в твоей невиновности. Кто-то использует тебя, чтобы разжечь войну. Нууу, не, все еще рано. Слово за слово Херон отправляет Перси на тренировку, где Перси знакомится с Люком. Я Люк, сын Гермеса, при этом лидер лагеря, что важнее. Это наш брат. Суть же предстоящей тренировки довольно проста и понятна. Победит тот, кто первым захватит знамя противника. Да начнется же бой. Пошли! В бою Перси как воин, мягко говоря, не очень. И Люк отправляет его на поиски флага, который, к слову, он находит довольно быстро и по чистой случайности. Ваше благородие, госпожа удача. Но не все так просто. Супергеройское приземление, закачаетесь. Моя мать богиня мудрости и боевой стратегии. А из этого вывод, что я выигрываю всегда. Стопэ. Моя мать, конечно, не богиня мудрости и боевой стратегии. Она почтальон. Но разве это не пиздец, как тупо оставлять одного бойца на охране флага? А что, если бы пришел не только Перси, а бойцов 20? Само собой, Аннабет месит Перси. Вставай и сражайся. Герой. Ну вот зачем столько негатива и агрессии? Да, чуть дальше Аннабет объяснит, что их родители враждуют. И это реально так. Но почему должны враждовать дети? А если быть точнее, то почему негатив Афины так ярко выражен в Аннабет? При том, что, как я понял по главным героям, дети там не особо жалуют родителей за то, что их бросили. Но даже если допустить, что Аннабет настолько впитала ярость матери, что ненавидит Перси, к чему было это? Герой. Перси за все это время, даже после победы над Минотавром, ни разу не бахварился своим героизмом. В общем... Какого хуя? После победы Аннабет, Перси по велению отца в голове добирается до воды, которая его апгрейдит, скажем так. Да, конечно, полди к воде, сын бога воды. Что это изменит? Вода даст тебе силу. После чего Перси, а кизаправский Рэмбо валит всех направо и налево. И немного попотев, побеждает Аннабет. Чего вала дрочишь, сука? Начинай сосать! О какой такой силе воды шла речь? Если она сделала его сильнее, то ладно, с первыми, кого он победил, вопросов нет. Но что ж там за сила, что он смог одолеть дочь богини мудрости и боевой стратегии с не одним, как я понимаю, годом боевого опыта? Есть идея, что это сейчас было? Не одной. И после соревнования, конечно же, вечеринка! Я испытываю к тебе сильные чувства. Но еще не знаю, позитивные или негативные. Герой. Что-то мне подсказывает, что ты все-таки знаешь, что ты испытываешь. Но вечеруху обламывает Аид. Принеси мне молнии, а я взамен верну тебе маму. Это ты гонишь! Само собой, Перси решает под покровом ночи отправиться за мамой. А компанию ему составляют Гровер и Аннабет. Но перед этим они заглядывают к Винчестеру-младшему, чтобы узнать, как его отец выбирался из царства Аида. Тот объясняет, что Персифона, жена Аида, раскидала по миру для любовников жемчужины, на которые надо наступить, чтобы переместиться куда нужно. И дает карту, где их можно найти. Также он дает Перси щит и... Крылатые кеды? А это не жестокое обращение с кедами? Они вроде как спали и улететь хотели. Если они живые, то это получается как-то... Негуманненько. Ну и напоследок... Если повстречаешь моего отца, да? Дай ему в лоб. Нет. И ребята отправляются на поиски первой жемчужины, которая оказывается в саду, на который походу положили огромный болт. Там ребята находят кучу статуй и древнегреческие монеты Драхмы. Само собой заведует этим местом... Медуза! А понимает это Гровер, потому что находит убитого ей дядю. И у меня несколько вопросов. Медуза там что, просто гасится и ждет жертв? Если так, то почему бы не облагородить сад, чтобы он привлекал больше людей? А во-вторых, в оригинальной мифологии Медуза убил Персей. И, видимо, по лору этого фильма не убил. Тут все понятно. Художественный фильм имеет право менять мифы ради сюжета. Но если Медузу не убивали, и она жила все это время... Гровер не должен ли был насторожиться, зайдя в сад, усыпанный человеческими статуями? В котором еще и валяется древнегреческая валюта. А вообще здесь можно было показать способности Аннабет, как дочери богини мудрости. Она могла бы, как Шерлок, увидеть все подсказки и сразу все понять. Но нет. Фильм упускает эту возможность. Какая печали. Вместо этого Аннабет сталкивается с будущей жертвой Медузы. А потом наталкивается и на нее саму. Дочурка Афины. И после недолгой болтовни спутница Аннабет решает взглянуть на Медузу. Из-за чего Аннабет оказывается в ловушке. Глаза в глаза, ладонь в ладони, это навечно. Ну ладно, не навечно. Потому что пока Перси отвлекает Медузу, Аннабет освобождает Гровер. А тем временем Перси оказывается схвачен Медузой. Я иду на пролом. Благо ребята спасают Перси. И я даже спрашивать не буду, как они выбрали такое четкое направление. Закрыв глаза и едя через вот это вот все. Аннабет, ты рулила прям, прям божественно. Ну, только если объяснить это так. И опять получается, что фильм забивает на то, чтобы показать нам способности Аннабет во всей красе. Дальше Перси добивает Медузу и ее голову забирают, так как ее магия до сих пор работает. И ребята едут дальше. По пути решая отдохнуть в мотеле. Также Перси решает показать Аннабет, что он умеет. А вот где он этому научился, нам никто показать не хочет. Ильвер Морни, самая лучшая в мире школа чародейства. Но отдых прерывается из-за спалившего голову Медузы Гровера. У меня такая реакция была, когда я вспомнил, что у Перси Джексона есть вторая часть. А если серьезно, то, блин, вы разговариваете разучились. Почему той же Аннабет, как дочери богини мудрости, нельзя было подойти к уборщице и сказать, простите, вы все неправильно поняли, это не настоящая голова для школьного проекта по мифологии. Ну где вы видели, чтобы на голове росли змеи? И все, отдыхайте спокойно дальше. Ах, фильм опять просирает шанс раскрыть чудо-силу Аннабет. Сука, билет. Ребята вновь отправляются в путь, и вторая жемчужина оказывается в теаре статуи Афины. Чтобы ее забрать, троица остается на ночь в музее. Снова про камеры я распинаться не буду. И дабы не было свидетелей в лице уборщиков, за дело берется Аннабет. Эй, ты что? Ты убьешь уборщиков? Затихни. Они же честные американцы. О боже. Само собой, она вырубает их снотворным, и Перси при помощи ботов-летунов хватает жемчужину. Но вот, увы, снотворный Аннабет плохо работает на Гидру, которой оказываются уборщики. Гидра! Эй, Гидра! Перси начинает рубить Гидре головы, но как мы знаем... Отрубишь одну голову, две другие займут ее место. Снова начинается битва, и победить Гидру все же удается, при помощи другой головы. Гидра превращается в камень. А работники музея охреневают, откуда у них новый экспонат. Хотя нет, там ведь есть камеры. Ну, пожалуйста. Они должны там быть. Снова в путь, и следующая жемчужина находится... Как нам поперло? Мы едем в Вегас! Прибыв на место, ребята попадают в казино Лотос, где в поисках жемчужины вкушают угощение, цветок лотоса. Украшение любимого блюда. Пророщенное лицерно. Совершающий... Штрих. Ммм... Да, вкусно. И понеслась. Их один, и тусим, мы тусим, 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 тусим. Мы один, и тусим. Все, что нас не убивает, мы не покупаем. Но отец Перси снова в голове подсказывает, что есть цветок лотоса не очень хорошая идея. И Перси натыкается на этого паренька. Это лучший фильм года. Этого года? Этого. 71-го. И в чем выгода этого заведения? Если быть точнее, логово пожирателей лотоса. Ну, торчит там куча тусящего народа. И что, поиметь с них деньги? Так они и закончатся. Никто ведь не работает. Или они питаются их жизненной силой? Вроде тоже нет. Вон все бодрые, веселые. А парень, хотя и торчит там очень долго, выглядит довольно здоровым. Тогда в чем суть? В оригинальных мифах люди приплывали на остров, на котором росли чудо лотосы, жрали их и забывались. Но там это делала природа. Здесь же в заведении есть какие-то управляющие. Тогда снова же, в чем их выгода? Вопросы. Вопросы требуют ответа. Как бы то ни было, пожиратели поняли, что Перси вышел из-под контроля. Перси, схватив друзей, валит из казино. Живо, живо, в машину! Где могут быть ключи? Так вот они! Серьезно? Как я понял, у конкурсной витринной машины ключи лежат внутри? Ребята понимают, что провели в казино пять дней, и срок истечет завтра. А значит, пора отправляться к Аиду, логово которого находится в Голливуде. И на пороге их встречает переправщик Харон. Живым сюда вход закрыт. Понял, чего он хочет. Чего? Надо просто заплатить. Толстяк, от соседа тебе, если ты нас пропустишь. Ребятам удается подкупить Харона драхмами, взятыми у Медузы. И они отправляются в путь. Что это такое? Несбывшиеся надежды и мечты. Прибыв на место, ребят встречает Персифона, а после и сам Аид. И Перси решает рассказать все как есть. Я скажу вам правду. Я не похищал их, у меня нет молний. Да ты шо, охуел, блять, сука? После чего выясняется, что молнии все-таки у него есть. И спрятаны они были в щите, который дал Люк. Люк украл молнии. Эм, разговор окончен. Скормим их душа. Но кормежка отменяется, потому что Персифона вырубает Аида. Обосновывая это тем, что если начнется война, то сидеть ей в аду вечно. Хотя, как мне кажется, если так подумать, то если Аид победит, то он забьет и на ад, и на тебя. И ты формально будешь свободна. После чего она говорит ребятам уходить. Но вот проблема. Жемчужин 3, а к троице присоединилась мама Перси. Аааа, жемчужины Персифоны, сама Персифона. Неужели у нее не завалялась пара штук? Но Гровер решает исполнить долг защитника и остаться. Он здесь будет окружен теплом. И пока мы не ушли, я так подумал, а почему все недолюбливают Аида? Мужик буквально, что живет на самоизоляции, всегда на работе. И единственный его нехороший поступок в том, что он взял насильно и держит в абьюзивных отношениях жену. К тому же, как она говорит, она изредка может покидать ад. Да и что-то мне подсказывает, что Аид знает про любовников. Так что, если не считать жены, то в принципе норм мужик. И заметьте, он в отличие от других богов не шлюхается по смертным женщинам. Потому что я что-то ни разу за первую и вторую часть не слышал про детей Аида. Ну, либо он умеет пользоваться резинкой. Гровер остается, а Перси с мамой Аннабет переносится к обходу на Олимп, где их встречает Люк. Я не позволю тебе отнести молнии на Олимп. Я богиня дискотеки. И вот у меня один вопрос. А если быть точнее, даже не вопрос, а требование. Я требую отдельный фильм, ну или хотя бы короткометражку того, как Люк, вот этот вот Люк, похитил самое мощное оружие Зевса. Оно, блядь, лежало в тумбочке рядом с кроватью? Да, хуй его знает. Начинается заварушка. Самое мощное оружие Зевса. Не смогло разрубить клинок Люка. Серьезно? Да, 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 да. Потом Аннабет нападает на Люка, и он уделывает ее. Мне же не надо объяснять, почему это пи***ц как тупо. И Люк объясняет свой поступок тем, что... Власть! Хватит им ею упиваться! Пора нашему поколению взять власть в руки! Сейчас вы сможете испытать на себе всю убийственную мощь темной стороны. Но немного поколдовав с магией... Это сейчас был намек на Моисея? Снайдер бы, наверное, оценил. Перси захреначивает Люка. Перси отправляется на Олимп. Конфликт разрешен. И из дальнейшего общения Перси с отцом мы узнаем, что Зевс издал указ не общаться с детьми из-за Посейдона, который стал более человечным, живя с женой и ребенком. И все из-за тебя? То есть, может, до этого боги хоть как-то общались с детьми? А из-за Посейдона и это запретили? Да он, получается, косячник божественных масштабов. А вообще, что-то мне подсказывает, что надо было просто запретить спать со смертными. Ну или хотя бы просто научить их пользоваться божественной резиной. Ну а дальше Перси и Аннабет возвращаются в лагерь. Гровера вернул Зевс, мама жива, все счастливы. А потом есть сцена после титров, где мать бросает хряка и говорит ему съехать. Но тот решает перед уходом выпить пивка. Не открывать холодильник ни при каких обстоятельствах, никогда ни в коем случае, Перси. Да, пиво можно умереть. Перси жил только с мамой и хряком. Маме бы он явно объяснил, что в холодосе лежит голова медузы. А значит, записка явно для хряка. И 100% Перси знал, что записка его только спровоцирует открыть холодильник. А значит, Перси его специально убил. Вот такой вот у нас хороший парень. Да и почему нельзя было купить для головы какой-нибудь маленький холодильник и спрятать его где-нибудь? Потому что... На этом фильм заканчивается. И пришло время задать тот самый главный вопрос. А с какого хрена Зевс решил, что это Перси или Посейдон украл молнии? То есть нам просто без каких-либо объяснений это вбрасывают. Хотя, если так подумать, то среди богов Зевса есть бог Орес. Который, если кто-то не знает, бог войны. И если не вернуть их до дня летнего солнцестояния, будет война. И кому бы в данном случае была выгодна война? Может быть, Посейдону, хозяину морей? Или все же парню, который буквально что питается войной и разрушениями? И у Ореса, как упоминалось в начале фильма, дохренища этих детей. Сыновья Ореса, осторожно! И они-то как раз могли украсть молнии. Так что, как по мне, вот это самый главный косяк фильма. На котором он, в принципе, и строится. Что ж, я думаю, я уже достаточно сказал про этот фильм. Но, как итог, могу сказать так. Если не начинать задаваться вопросами, как это сделал я, то фильм-то неплох, графон на уровне, приключения интересные, а персонажи живые. Правда, мне до сих пор жаль, что силы Аннабет так до конца и не раскрыли. Ну, а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Ну, а в описании я оставлю ссылки, по которым вы, если захотите, можете поддержать канал. А также ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Также, если захотите поддержать канал, то в этой группе вы сможете приобрести прикольные стикеры. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok